Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в Библии очень ясно говорится о волках в овечьей шкуре. Кто это такие вообще? И знают ли эти волки, что они волки? Или им нужно напомнить, подсказать, направить их, выгнать из стада? Кто им должен подсказать? Мы встречаем этот образ несколько раз, и его смысл заключается вот в чем. Что среди тех людей, которые кажутся христианами, есть не только просто неверующие люди, но есть еще и те, которые наносят существенный урон Церкви Божией и душам. Апостол Павел говорит об этом, предупреждая пресвитеров в Ефесе, где он говорит, из вас самих появится нещадящее стадо, и извне придут волки. Вот те, которые нещадят стадо, те, для которых души, спасенные Христом, они не ценны, они не ценят, не дорожат людьми, они просто свою собственную программу проводят. Теперь, как их распознать? Ну, единственный способ, как распознать любого человека, Христос говорит, по плодам их узнаете. То есть, когда мы видим, что делает человек, и мы сравниваем с тем, что говорит Писание, и мы видим, какой результат. Это результат любви, созидания, или же это результат самоутверждения? Здесь очень много. Вот эти люди всегда движимы не сокрушенным духом перед Господом, а какой-то формой самоутверждений, какой-то формой того, что они добиваются своего. Это может исходить из зависти, это может исходить из обиды какой-то, из желания поднять себя высоко. Часто это трудно определить прям сразу, потому что люди отказываются, они могут манипулировать, они могут лукавить. Но тогда, когда мы молимся Господу и доверяем Ему, это становится очевидным. Становится очевидным. Вот такие люди, которые просто враги дела Божьего. То есть, не надо это выискивать, выгонять из церкви, ждать надо, когда что-то вырастет. Нужно быть внимательным ко всему, что люди делают. И, в принципе, Писание говорит, как поступать. То есть, если ты видишь брата согрешающим, то обличи его. То есть, помоги, подскажи. Не думай сразу, что он волк. Думай о том, что это заблудившаяся овечка. Но что плохо люди делают? Что случается? Такая печальная реальность, которая часто в церквях возникает. Это когда ты видишь, что кто-то делает что-то, и ты вместо того, чтобы пойти, поговорить, обличить, ты просто в сердце своем откладывается негативное ощущение. Потом второе что-то у тебя негативное ощущение. И сплетни начинаешь относиться. И третье. Ты начинаешь говорить другим, вот что-то у меня, вот аллергия на этого человека, или еще там что-то. Это абсолютно не христианский потом. И потом возникает разная фракционность. То есть, люди вот эти за того, эти за того. Писание говорит совершенно по-другому. Если ты видишь, что человек действует, тебе кажется, что он действует из самолюбивых каких-то побуждений. Амбиции. Иди говори с ним. Со смирением. Да, говори с ним. Помоги ему освободиться от этого. Когда люди начинают ходить и видеть везде балков, мы можем провести параллель с тем, как в Советском Союзе видели везде врагов народа. Паранойя уже такая. Да, и это не помогает телу Христу. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio-adslovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Вайбер. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер. Продолжение следует...